Эпидемиологическая ситуация в стране с каждым днём набирает обороты. Заболеваемость ковидом до сих пор растёт. В связи с этим вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в Россию нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. При этом для ряда регионов с большим процентом заболевших предложили уйти на выходные уже с 23 октября. При этом это не просто введение нерабочих дней, но и одновременное введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кода. Нерабочие дни из-за ситуации с COVID-19 в последний раз вводили на майские праздники. Они продлились с 1 по 10 мая. Тогда к выходным добавили 4 дополнительных дня. Поводом для этого стало обращение Анны Поповой, главного санитарного врача. Она объяснила, что в этом случае гражданам не придётся несколько раз выезжать за город и возвращаться обратно в общественном транспорте. Свою инициативу Татьяна Голикова объявила на заседании Президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Спросим, что думают по этому поводу саровчане. Против. Нельзя больших таких делать. Новый год ещё, ладно, терпимо. Но чтоб такой праздник, это какой праздник? Нужно. И не пускать вот такие учреждения, чтобы никуда не ходили, не распространяли. Ничего хорошего особо в этом нет. Потому что экономика довольно в таком тяжёлом состоянии. И люди очень долго вкатываются в праздники и выкатываются из них. Поэтому мне кажется, что нужно быть просто более дисциплинированным, потому что в такой ситуации нам ещё очень долго жить. Люди многие разъедутся, опять будут собираться в группы, а тут все в одной команде мы. Думаю, нет. Почему? Наверное. Не знаю. Кто болеет, тот болеет. Всё равно все поедут куда-то во время праздников. Контактов ещё больше будет. Меньше будет контакта у людей. Поэтому я думаю, что убережёт многих. Президент Владимир Путин согласился ввести в Россию режим нерабочих дней. Заработная плата сохраняется на весь этот период. При необходимости в регионах нерабочие дни могут быть введены с 23 октября или продлены после 7 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова